Опасной ситуацией в Армении является стремительное расширение в последнее время антироссийской кампании в Армении и особая активность СМИ в этом процессе. Общее мнение таково, что Путин предал армянский народ и главная причина, по которой нынешняя оппозиция не достигла своих целей, заключается в том, что она является пророссийской. Некоторые детали антироссийской оппозиции, еще больше активировавшейся после недавнего визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван не ускользают от внимания. Тот факт, что во время визита в Ереван Лавров не сказал ни слова в пользу Армении по поводу ситуации в Карабахе и даже не дал никакой надежды. А вместо этого, заявил, Российская Федерация пытается увеличить количество русских школ в Армении, учитывая пожелания друзей армян, способствует повышению квалификации армянских учителей, вызвал гнев. Несомненно, Лавров в очередной раз передал официальному Еревану протест российского правительства, заявив, мы пытаемся увеличить количество русских школ в Армении. Российское правительство осознает, что в моноэтническом государстве Армении ни старая власть, ни нынешняя, ничего не сделали по ситуации с русским языком, а инициативы России остались без внимания. Дело в том, что незаинтересованность в продвижении русского языка и культуры в Армении в первую очередь расценивалась как проявление расовой и национальной дискриминации. Это означает грубое нарушение стратегии Альянса Форпоста России. Армения преследует в двусторонних отношениях только свои интересы, пользуется милостью Кремля, а когда встает вопрос, что Ереван сам должен что-то сделать, в ответ, то в ход идут различные предлоги под соусом, защиты национальных интересов. Армянское правительство не хочет предпринимать конкретных шагов. В настоящее время армянская пресса высмеивает и унижает предусматривающее развитие русского языка в Армении заявление министра иностранных дел России, исключенной с болонской системой. Они даже не стесняются называть Лаврова предателем Армении, напоминая не только о юридических и политических, но и об исторических и моральных обязательствах России перед Арменией. Это означает, что исторический альянс уже не производит такого яркого впечатления, как раньше, и что присутствие России в Армении хочет только пророссийская оппозиция, противостоящая правительству Пашиняна. Но им армяне не верят. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.